В среднем весе. И вот герои этого поединка. Меня зовут Олег Наджавсаде. Я из Баку. Клуб Баку Файтерс. Мой соперник на сегодняшний день Виталий Слепенко. Он очень разносторонний боец. Я тоже готовился и в партере, и в стойке. Посмотрим, как получится. Виталий, мы оба приехали за победой. Удачи нам. Меня зовут Слепенко Виталий. Я представляю клуб JMG из Сичпро. Город Москва. Соперник Талик Наджавсаде. Я знаю, что у него сильной стороной являются борцовские навыки. Но его ожидает очень много сюрпризов в этом бою. Талик, я надеюсь, ты готов к этому бою, потому что я здесь, чтобы побеждать. Синего Гурейджа. Боец представляет клуб Баку Файтерс. Азербайджан по прозвищу Азербайджанский Терминатор. Встречайте. Талик Наджавсаде. Бой в среднем весе ожидает нас, дорогие друзья. Талик Наджавсаде. Боец от клуба Баку Файтерс Азербайджан. Чемпион своей страны по смешанным боевым единоборствам. Вице-чемпион Европы по ММА. Финалист Кубка Мира по ММА. Его дебютные поединки в Рейдже сложились как нельзя лучшим образом. Прямо в доминирующем, уничтожающем стиле. Он одолел Ивана Закабунию и Филиппом Сальвадором Суэ. Затем был очень тяжелый бой после Кристиана Перака, который закончился в ничью. И после этого Талик вышел на Артема Фролова и уступил ему. Затем последовали травмы. Очень долгое время мы этого талантливого парня не наблюдали в боях. Но вот сейчас он, слава богу, восстановился, полностью готов к бою. И в Москве готов показать, что вся его мощь, вся его силища, она при нем. Он намерен начать новую победную тропу, новую победную серию. Для того, чтобы потом претендовать на титул чемпиона организации. Талик, азербайджанский терминал на Джавзаде. Очень, очень солидная здесь группа поддержки, дорогие друзья. Вот сейчас нам ее не показывают. Но могу вам сказать, что два полных сектора набралось, видимо, персональных болельщиков Талеха. Расстелили огромный флаг Азербайджана. Все стоят сейчас и готовы неистово поддерживать своего любимца. Российскую Федерацию, город-герой Москва, команды GMG и Сечпро. Встречайте, Виталий Сыпенко! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Вот его соперник Виталий Слепенко, москвич, представляет клубы GMG и Сечпро. 23 года этому парню и 10 профбоев за его плечами, в 9 из которых он одержал победу. Он чемпион города Москва по панкратиону, чемпион округа по смешным боевым единоборствам. Свой дебютный поединок в Рейдже и Манчеллендж он проводил здесь же, в Москве, в СК Олимпийский. Это было осенью прошлого года и тогда он сумел во втором раунде сдаться опытнейшего Кристиана Перака. Заявил достаточно громко о себе Виталий. Сейчас ему придется вновь сражаться на глазах родной публики. Огромная ответственность у него, впрочем, как и у соперника Талиха Наджевзаде. И будем надеяться, что эта ответственность выльется в очень интересный и зрелищный поединок. Последнее приготовление перед выходом в Рейдже. Лукаш Басацкий сейчас осматривает бойца. В то время я вижу, что Талих не торопясь прохаживается в своем углу. Тоже заряжается на бой. Поединок будет очень-очень любопытный. Талих обладает, конечно, пушечным ударом обеих рук и очень хорошей техникой борьбы. В то же время, как Виталий, это более такой разносторонний ударник-грэпплер. Ну что ж, посмотрим, посмотрим, что нас ожидает. Продолжение следует... Благодарю. Продолжение следует... Талих, Ази Дубан, Терминатор, Наджевзаде. Ази Дубан, Терминатор, Наджевзаде. Талих, Ази Дубан, Терминатор, Наджевзаде. Талих, Ази Дубан, Терминатор, Наджевзаде. Экипировку, сетку, каната не хватаем. По команде 100, прекращаем все действия. Все понятно? Удачи обоим по углам. Итак, поединок начался. Талех на Джавзаде, Азербайджан, Виталий Слепенко, Россия. Средний вес 84 килограмма. Виталий занял центр Рейджа. Наносит неплохой удар в корпус, который, собственно, не смутил никаким образом его соперника. Смотрим, будет ли стараться Талех бить или будет рассчитывать именно на борьбу и на свою колоссальную, конечно, физическую мощь. Рванулся вперед Виталий, получил удар навстречу. Талех собран. Слаженно скандирует сектор группы поддержки Талеха на Джавзаде. Лучших азербайджанских бойцов сейчас в Рейдже. Так, и вот он идет вперед, проходит. И смотрите, буквально он сейчас выносит за канаты Виталия Слепенко. Руку сюда. Николаю Шарипову приходится вмешиваться и каким-то образом вот сейчас втаскивать буквально оппонента в Рейдж. Дает некую возможность сейчас Виталию сохранять баланс. Вот Талех упорно-упорно тащит его в парток, пытается провести подсечку. Конечно, сейчас буквально он на силу ломает своего оппонента. Пока что всего полторы минуты прошло у нас с начала первого раунда, и сил еще полно у обоих. Почему бы и не попробовать, собственно говоря. Удар коленом, но Талех отличный подсад проводит. И перебрасывает он Слепенко через себя. Тот сразу же в гардии начинает бороться. Но Виталий очень, как мы видели в предыдущих боях, очень неплохо борется на земле, поэтому нужно в задании быть, конечно же, очень аккуратным. Полагаться на свой контроль, но при этом стараться не ошибаться. Вроде бы он в доминирующем положении сейчас находится, но, как мы знаем, позиция на спине современного ММА, это позиция в том числе и атакующая. Пытается, пытается Виталий что-то забросить. Талех все это прекрасно понимает. Очень сконцентрировано, так и собрано работает. Не разбрасывается, не рискует лишний раз. Слепенко контролирует своего оппонента в партере. Слепенко пытается крутиться под ним. Пока что его как плитой. Талех, так скажем, придавил. Наносит удары одиночные. С самой сетки потихонечку подтащил своего соперника на Джавзаде, чтобы им было сложнее крутиться. Пытается, пытается Слепенко найти какой-то момент для того, чтобы забросить ногу. Талех работает очень спокойно, очень размеренно. Никуда не форсирует он события. Снова сектор его поклонников горячих. Начинает скандировать Талех, Талех. Миштем остается чуть больше минуты до конца первого раунда. На Джавзаде ведет уверенно свою игру. Не выпускает Слепенко, только пытается встать, но очень, очень крепко и цепко держит его азербайджанский боец. Вообще, как видите, просто затащил его под садой, не дает никакого момента, чтобы вывернуться. Ну, Николай Шарипов возвращает бойцов в стойку. Что ж, 42 секунды. Пошел вперед Слепенко. 30 секунд до конца. Слепенко идет с ударами вперед. Тот же на Джавзаде идет в ноги. Слепенко старается его скантрить. Теперь уже Талех на спине. Чтобы не дать себя обойти, он был вынужден перевернуться в гард. И первый раунд у нас завершается. Сейчас посмотрим, что секунданты в углу одному и второму скажут. Какие внесут коррективы. Мы смотрим лучшие моменты, как пытался Слепенко пойти вперед. Тут уже четкую такую двоечку врубил ему на Джавзаде. После чего вот бросок с переворотом. Очень-очень хорошо выглядел азербайджанский боец в первом раунде. Как в стойке, так и в партере. В борьбе себя хорошо проявил. Очень опытный боец. Как я уже говорил, четыре поединка все-таки за его плечами в рейдже МА Челлендж. Только два из них победные. Тяжелейшая ничья и поражение будущему чемпиону, непобедимому Артему Фролову. Поэтому Таллик прекрасно понимает, зачем он здесь и чего он собирается добиться в своей карьере бойца смешанных единоборств. Таллик более молод. Спасибо. Ну и он здесь за победами и чемпионским поясом. Что ж, начинается у нас второй раунд. Средний вес. Ван Челлендж 88. Таллик на Дживзаде. Виталий Слепенко. Пытался, потрясил лоргиком Виталий своего оппонента. Тут же получил мощный удар навстречу. Который его смутил. Но Таллик решил не развивать успех. Хотя, в принципе, если бы зарубился, наверное, мог бы больше дивидендов извлечь из этого. Ну, старается, так сказать, экономить бензин. Не особо форсируя. Очень размеренно и очень четко действует азербайджанец. Особо лишних движений не совершаю. Очень точные удары. Очень хорошая борьба. Вот мы видим сейчас, как только Виталий начинает пытаться вступить в размен. Тут же следует короткий жесткий удар навстречу. И Таллик разрывает дистанцию. Потому что он пониже так, приземистей. По идее, с дистанцией удобнее работать Виталию. Таллик лучше работать на коротке или в клинче. Вот пошел он вперед, пытаясь клинчевать. Пробил два удара. Вот еще одна попытка клинч. Сейчас вот, конечно, немножко... Размаш и сорванул. Перемет на Джимзаде. Такую вертушку неожиданно запустил. Подскользнулся. Было красиво, задумано. Очень интересно. Попытка хайкика от Слепенко. Удар навстречу от Слепенко. Манеджер Заде абсолютно не выглядит потрясенным. Да, пропустил удар. Но ничего, все по-прежнему. Также качает маятничек. Собрано, собрано, целеустремленно подкрадывается на свою дистанцию. Более удобную. Удар у этого парня, напомню, страшнейший. Проход ноги от Таллика. Заваливает он Слепенко. Слепенко сразу же старается закрыть гард, но это пока ему до конца не удается. Пытается на треугольник, я так понимаю, сейчас Слепенко ноги вытащить. Таллик очень хорошо его отконтролировал в этот момент. Опять он накрывает своего оппонента к первому раунде. Сейчас вот мы тут даже на комбинаторской позиции прямо услышали. Вот этот гвоздящий удар просвистел мимо уха Слепенко и прошел в канвас. Мощь Таллика, конечно, просто зашкаливает. Потихонечку, потихонечку, но набирает, набирает он очки, уверенно держа своего оппонента в партере. Там надо будет что-то придумывать. Потому что по судейским запискам, ну, я, конечно, не могу заглянуть, но по-моему, ощущение явно сейчас лидирует Таллик. Два хороших периода в партер, с хорошим контролем. И все-таки, я думаю, сколько не уступил россиянину. Так что думается мне, опять же, сугубо индивидуально, что сейчас он ведет поедину. Тридцать один год. Азербайджанскому бойцу, 23 года Слепенко. Такое, скажем, столкновение молодости и опыта мы сейчас наблюдаем. Так, Николай Шарипов у нас вмешивается и снова переводит бой в стойку. Минута 23 секунды до конца первого раунда. Слепенко идет, зарубается. Тут же его принимает в клич на Зонзаде. Слепенко. Не совсем понятно, почему Слепенко выбрал тактику пытаться перебороть Таллик. Потому что, конечно, силой Таллик явно мощнее. Вот тут пытался он на технике еще швыронуть Виталия. Немножечко ошибся. И Слепенко его накрыл. Получается у нас такая картина, что в концовке второго раунда опять сверху оказывается Виталий. Слышим, да, знаменитый барабан, насколько я понимаю, это наши друзья из республики Ингушетия. Это группа поддержки, которая практически на каждом турнире у нас присутствует. И этот барабан мы теперь слышим всегда. Который задает темп боям, который задает, скажем так, драйв эмоций зрителям. Они сейчас тоже разминаются. Впереди у них один из главных боев начала этого года. Мофсер Елоев непобедимый. Мофсер Елоев будет защищать свой полос против Сергея Морозова. У нас защищается второй раунд. Так, а что такое Николай Шарипов? Какое-то замечание хочет он сделать? Виталий у Слепенко. Сразу желтая карточка. Нет, что-то там обсуждают. Видимо лучшие моменты в бою. Смотрим, как вот Талех просто сносит своего оппонента. Затаскиваю его в партер. Сейчас будет третий раунд. Так, вот у нас увидели Николай Шарипов поставил в Биталию Слепенко. Видимо, устное замечание выносит. Желтой карточки не будет. Потому что замечание первое. Сейчас любой косяк. Вообще любой. И сразу желтая. Любой косяк. Ага, вот мы слышали. Да, еще одно любое нарушение. Да, и будет желтая карточка. Желтая карточка, она практически все шансы Виталия на победу тоже уничтожит. Но имеется в виду по решению судей. И так сейчас явно не он лидирует в этом бою. Ну посмотрим, что третий решающий раунд. Слепенко нужно идти вперед, что-то придумать. Талеху придумать-то ничего не надо. Да, он очень четко своему геймплану действует. Пытается сейчас Слепенко раздергать Наджевзаде. Пытается пробить. С колена тут же получает опять вот этот четкий, жесткий удар на встречу от Наджевзаде. Очень собран азербайджанский боец. Не делает умничтых движений. Это, дорогие друзья, опыт против молодости. И опыт очень хорошо себя показывает. Два удара. Один по воздуху, один точный. Пытается выцелить Виталий своего оппонента. Мощный удар навстречу Наджевзаде. Потрясает Виталия Слепенко. Кидается, добивает своего оппонента. Идет в борьбу, клинчует Виталий. Пытается зацепать. Сейчас Наджевзаде бросить чуть-чуть не удается. Это ему Виталию удается сохранить баланс. Но сейчас Талех, скорее всего, пытается прям с отрывом ног все это произвести. Посмотрим. Хватает ли ему сил? Хватает, хватает ему сил. В третьем уродах мы видим. Да, вот очень четко он заваливает Виталия. Не получился амплитудный бросок, но получилось очень хорошее. Очень хорошее сваливание. Виталиев уверенно своего оппонента в партере контролирует. Виталию уже нужно срочно что-то придумать, если он хочет отбой выиграть. Наджевзаде как раз придумать ничего не надо. Работает он моченький. Я повторюсь, его план работает и работает очень хорошо. Сделал наставку на свои сильные стороны и не прогадал. Борьба и мощный удар руками. Не изобретая велосипед, Алекхнаджевзаде очень хорошо ведет этот поединок. Потихонечку толкает его к своей победе. Сектор его болельщиков стоит на ногах, не прекращая весь этот поединок. Не из того, а не поддерживает своего любимца. А он в это время старается, старается победить. Очень-очень хорошо ведет свой бой. Две с половиной минуты остается у Слепенко. Слепенко, смотрите, треугольник закрывает, но тут же Наджевзаде его срывает. Обходит, опять в треугольник попадает. Вот немножечко, небольшая ошибка сейчас Талеха. Ну и здорово, здорово он вырывается. Мне кажется, он сейчас больше на силе, чем на технике срывал эти захваты. Слепенко к третьему раунду немножко и сяк бороться уже с таким мощным оппонентом. А Талех сил это сохранил и вырвался здорово два раза из чистых, ну не из чистых, а вот из таких попыток с захвата треугольника уже обе ноги, казалось, застегнуты. Но рисковал, однозначно рисковал Талех. Надо ли ему это было? Наверное, нет. В то же время показал, что очень здорово он может вырваться. Что сил он полон. Что там боевое, он себя очень уверенно чувствует. Господа, это решающий раунд. Поддержите спортсменов. Абсолютно прав Артан Чуков, решающий мутор решающего раунда. Кто-то в сяске Муру пытался Виталий соорудить. Дается ему встать, встречает он на Джимзаде сейчас в стойке, разворачивает. Ну и вот и смысл ему, простите, бороться с Талехом. Какой смысл в последнюю минуту бороться? И, кстати, вот если бы сейчас не сетка, полетел бы опять Виталий. Джимзаде очень четко чувствует эту историю. И подсады у него великолепные. Но здесь сетка, ошибка и в холдгарде уже Виталий. Подвязал, подвязал Талех своего оппонента. Все, скажу вам так, все три раунда развивались по одному сценарию. Четыре минуты доминирует Талех, последнюю минуту вырывает Виталий. Почему-то, как у себя, за счет борьбы. Что достаточно любопытно, конечно, было наблюдать. Но вряд ли, как мне видится. Тре минуты только в 12-м, много что-то. А вот сейчас, по-моему, Виталий Слепенко, по-моему, сейчас окончательно сам себя будет наказать. Это желтая карточка, да. Ну, собственно, это гвоздь в крышку гроба боя для Виталия Слепенко, потому что абсолютно, конечно, очевидное нарушение. Непонятно зачем. Последние 10 секунд пытается что-то Виталий придумать. Тут же его вяжет Талех. И сейчас мы услышим вердикт. Я думаю, что, в принципе, тут двухмей не быть не может. Талех, наверное, же в заде одерживается в долгожданную победу. Напомню, что травмы, травмы, травмы очень долго не позволяли этому талантливому парню вернуться в Рейшн Манчеллендж. Но он вернулся, и мы видим, что сила, мощь при нем. Опыт весь при нем. Очень он, так скажем, размеренно и очень четко провел этот поединок. И сейчас мы услышим вердикт. Очень внушительная группа поддержки у одного и у второго бойца здесь. Трибуны заполняются. Это всего лишь первый бой андеркарда. Впереди еще много чего интересного. Друзья и господи, после трех раундов акции мы идем в Рейшн Манчелленджу для единственного решения. В favor of your winner. Талех Аджин Манчеллендж, терминатор Наджин Мазаде! Двухмей не быть не может. Талех Аджин Мазаде, азербайджанский терминатор, вернулся в Рейшн Манчеллендж. Вернулся с победой. Поздравляем его. Поздравляем клуб Баку Файтерс. Поздравляем Равшана Гасанова, руководителя Азербайджанской федерации ММА, который открыл для нас этого бойца. И будем смотреть лучший момент этого боя. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова